Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Ракелян, и сегодня я снимаю видео с Полиной. В этом видео мы обсудим необычные темы и ответим на вопросы, ответы на которые вы точно не знали. Да, сегодня мы собрались с вами болтать, обсуждать различные темы, и фишка этого видео в том, что после того, как мы уже начнем, видео будет без какого-либо монтажа, без цветокоррекции, без фоновой музыки, без какого-либо обрезания. Просто поболтаем с вами, и вы посмотрите, как мы общаемся в прямом эфире, возьмем водичку или заварим чаечек, у нас будет такое прям атмосферное-атмосферное видео, и я думаю, что вы уже заметили, сейчас мы сидим в одинаковых кегуруми, мы такие сегодня мишки, но в нем, кстати, очень жарко, поэтому, если что, у нас будет возможность снять эти прекрасные капюшоны. Мы подготовили вот такие вот прекрасные карточки, вот в этой стопке карточек из пяти штучек написаны вопросы, на которые мы будем отвечать. А вот в этих трех карточках написаны темы, которые мы хотим обсудить, поделиться нашими жизненными ситуациями, что происходило, что не происходило у нас в жизни. Еще это видео двойное, мы снимаем совместно с Кариной, то есть, кто не знает, у меня есть собственный канал на YouTube, и мы сняли такое же видео, только мне. Да, в этом мы поговорим попозже, чтобы вам было понятно вообще, что, как мы сняли, какая вторая часть, поэтому досматривайте видео обязательно до конца, прятать эмодзи я не буду, потому что монтажа уже дальше никакого не будет. Мы желаем вам приятного просмотра, запасайтесь печеньками, вкусным чаем, ну а мы обсудим сегодня с вами самые важные темы. Поехали! С этого момента мы начинаем видео без какого-либо обрезания, без нарезок, без монтажа. Итак, я вытягиваю первую карточку, мы будем с Полиной отвечать на вопрос. Вот такой вот, посмотрим, хотите ли вы перекраситься, Карина блондинка, а Полина брюнетка. Ой, слушай, я вообще обожаю перекрашивать волосы, я обожала еще, когда мне было лет пять, я вообще экспериментировала раньше с тоникой, со всякими другими красками, и со своими волосами я очень часто нервничала, потому что они были осветленные и ломались, были отвратительные, были похожи чуть ли не на солому, это выглядело ужасно. Я сейчас не очень люблю краситься, то есть я про волосы. У меня волосы сейчас покрашены чуть-чуть в бежевый, такой в светлый, типа выгоренный, но мне нравятся, и я один раз в жизни красилась тоникой в розовый, только кончики. Не один, кого ты обманываешь? Ну, ты не в розовый, у тебя были еще фиолетовые цвета уже, да, какие-то зеленые, ты хотела... Ой, это было вообще на два дня, это не считается. Ну, считается, ты же все равно красила волосы, хоть на полдня. Есть, кстати, даже такие краски, когда ты распыляешь на волосы, и они у тебя потом вообще такие прям липкие-липкие, или раньше, помнишь, красили все это, и как она называется, пастель? Мелками, да, 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 это вообще был трэш. Итак, пока мы не собираемся перекрашиваться, мне очень нравится мой черный, а Полинке... Да, ее светлый. Итак, вытягивай карточку, я забыла убрать эту. Давай. На пол, идеально. Бери. Так. Что там? Матерились? Я да, я призналась сразу. Полина, ребят, честно вам скажу, ну ни разу, ни разу ребенок не матерился. Я реально. Я в Полинином возрасте, извини, Полина, я тебя перебью. Очень часто материлась. То есть я была таким прям ребенком, прям, я не знаю. Мне кажется, что девочку это не красит. Я согласна, мат девочку ни в коем случае не красит. Это выглядит ужасно, и девочка сразу похожа на какого-то гопника. Мат никакого человека не красит, это понятно. Но бывает такое, что да, я матерюсь, а в детстве, я почему говорю, что в Полинином возрасте я материлась? Потому что я... Думала, что это круто. Я думала, что это очень круто материться, а сейчас я так не думаю. Итак, следующий вопросик я вытягиваю в центре. Посмотрим, что же там такое. Знает ли Полина, что такое кекс? В каком плане? Ну, типа, кекс это очень вкусная еда, я даже рецепт не знаю. Выпечка. Да, я тоже знаю рецепты кексов. Кекс в кружке. У меня в инстаграме сейчас проходит рубрика на карантине с Кариной, где мы вместе готовим что-то со зрителями. Подписывайтесь по ссылке в описании. Добавить не могу, потому что видео без монтажа. Ну, ты знаешь, да, кекс, выпечка, вкусные такие кексики. А с сахарной пудрой бывают. Да, с какао. Да, вообще, так что, я тоже знаю, что такое кекс. Итак, еще у нас две карточки осталось. Выбирай любую. Так, сколько вы хотите детей? Ой-ой-ой, я даже не знаю. Я знаю, я хочу одну девочку. Одну девочку? А я хочу девочку и мальчика. Мальчики тоже милые. Ну да, бывают, что мальчики растут хулиганами там, но это зависит от воспитания, я так думаю. Ну да, но я очень хочу девочку, я даже не знаю, почему. Хочу девочку. Но я тоже хочу девочку, это очень круто, так как мы сами с тобой девочки, девушки, и у нас интересы одинаковые, и будет проще объяснять что-то, и когда девочка уже будет подростком, будет лучше подружиться, потому что когда мальчики взрослые, им уже пофиг вообще, что вокруг происходит, ну я так думаю. Разные люди бывают, но девочки всегда хотят девочек, мне кажется. К мальчикам ни в коем случае мы плохо не относимся. Если родится мальчик, это тоже будет как судьба, тоже круто, офигенно, и мальчика можно воспитать офигенно. Давай следующий вопрос. Ладно. Итак, хочет ли Полина парня? Такой провокационный, часто задаваемый вопрос, мои дорогие. Пока что у меня нет идеала, типа с кем бы я могла встречаться, но если я найду такого мальчика, то почему бы и нет? Да, кстати, мы это обсудим во второй части, в Полинином ролике, который, кстати, уже вышел, ссылка в описании. Итак, у нас остались три карточки. Это уже те темы, которые мы с Полинкой будем обсуждать дольше. Те темы, которые мы обсудим от и до, начиная прям вот с самой маленькой точечки, заканчивая уже вот таким огромным текстом. Итак, Полечка, вытягивай, ты первая. Посмотрим, какая тема нам попадется и что мы будем обсуждать. Хейт. Да, самая популярная тема и часто задаваемые вопросы тоже к этой теме можно отнести. Да, херещи вопросов, просьб. Карина, Полина, ну расскажите, что вы думаете насчет хейта? Правильно, ты, кстати, бумажку эту откинула. Ну скажи, Полина, вот что ты думаешь? Мне пофиг на хейт. Типа, мне кажется, что большинство людей, которые хейтят, у них просто, типа, просто у них плохое настроение, и их никто не любит, поэтому они так делают. Ну, не то, чтобы никто не любит. Я в детстве, когда была маленькая, тоже любила похейтить, что-то там написать в комментариях. Я никого хейтю не люблю. А я, когда уже начала увлекаться Ютубом, было такое, что да, я кому-то писала, у тебя там ничего не получится, там то-то, то-то. Я тоже прошла через это, и я понимаю даже, какой политики я, не знаю, придерживалась, скажу так, да. В общем, хейт это полнейшая бредятина, потому что я никогда, я вам клянусь, не обращала на это внимания, и хочу вам даже дать такой вот прям главный совет, что хейт это то, что будет присутствовать у каждого человека, у каждого блогера. У Полины есть хейт, я уверена. Есть хейт, у меня даже был случай, когда, ну, типа, все знают, что мой номер спалили, большинство, и это произошло, ну, в смысле, ну, короче, мне звонят, один раз было такое, что мне позвонили, я такая отвечаю, ради интереса просто ответила, и мне орут в трубку просто стадо малолеток даже меньше меня. У тебя ничего не получится, причем номера сливают у многих блогеров, мой номер сливали, номер любого блогера, кто вам сейчас придет в голову, тоже номер сливали, Полинин номер сливали, сейчас, естественно, звонков меньше, их вообще нет, потому что это все удалили, и нет у Полининого номера в социальных сетях. Сейчас, да, нет у моего номера, но было очень много звонков. Да, было много звонков, и причем звонили те дети, которые действительно думали, что мы будем сидеть, разговаривать, Полинин телефон разрывался, естественно, мы многим отвечали и говорили, ну, да, все хорошо, у нас все отлично, смотри мое новое видео, там, и так далее, но мы просто физически не успевали отвечать на звонки, бывали неадекватные дети, которые действительно писали, звонили и говорили, У тебя ничего не получится, вчера Полине какая-то девочка написала, я не знаю, долго ей не писали и не звонили, она пишет, я люблю Андрея, парни, Карина, я такая, а, понятно, прикольно, конкурентка, и так, посмотрим, что же у нас дальше, но нет, еще у меня, ребят, кое-что хочу сказать по поводу хейта, никогда на это не обращайте внимания, я вообще всегда думала, что хейт это, ну, это бред, Вот, это те комментарии, на которые обращать внимание не стоит, стоит обращать внимание на развернутый комментарий, где человек действительно без какого-либо обзывательства, без какого-либо говна говорит человеку, что да, нужно сделать так, чтобы улучшить это, улучшить то, а те комментарии, где тебе говорят, ты говно, фу, ты некрасивая, ты чмо, да, 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 у тебя ничего не получится, мы просто читаем, Меня это мотивирует, честно скажу, ребят, меня это всегда мотивировало и поднимало настроение, вот прям всегда-всегда-всегда. Я читаю такие комментарии и думаю, ну, значит, надо сделать лучше, надо сделать видео покруче, надо отмонтировать его лучше, чтобы все было круче, круче, еще раз круче. Поэтому хейт для нас это полнейшая бредятина, и советуем вам никогда не обращать на это внимание. Итак, Полинечка, ты уже вытягивала, да? Да. Теперь я. Ты теперь первая начинаешь отвечать на вопрос. Лучшие друзья? А, ну смотрите, лучшие друзья это те люди, которые всегда помогут, это человек как сестра. Ну это понятно, Поля, мы сейчас как будто ведем урок какой-то. Ребятки, вы знаете, что такое лучшие друзья? Вообще тема посвящена чему? У меня есть лучшая подруга, она мне реально как сестра, я ее просто обожаю, я даже скажу, Даша. Ну конечно, я сейчас немножечко начала ревновать. В смысле, как сестра? Слушай, ты меня, короче... Такая офигевшая, говорит, как сестра, у тебя сестра одна. Нет, Даша реально как сестра одна. Ну я знаю, что вы близкие, что вы ночуете друг у друга, у меня тоже есть лучшая подруга, но эта тема еще посвящена не только тому, чтобы мы вам дали определение, что такое лучшие друзья. Я, извиняюсь, сделаю вот так, мне очень жарко. Есть те друзья, которые притворяются лучшими, которые могут тебя куда-то послать, наговорить говна за спиной. Очень много было людей у меня в жизни, которые пытались со мной общаться ради выгоды, которые пытались как-то меня подставить, обмануть. Наговорить лживую информацию или те, с которыми я общалась в Челябинске, это мой родной город, сейчас просто сливают мои номеры, сливают какие-то мои фотографии. Да, не пошлые, конечно, но обычные, как бы, где я без обработки, например, они говорят, что вот, посмотрите, как она фотошопит, а я просто сижу там и ем. Типа, лицо, естественно, кривое такое, вот. Да, но лучшие подруги не обязательно, типа, ночевать у них, там, видеться каждый день. Поддержка. У меня есть подруга, интернет-подруга. Сусанна. Да, мы с ней дружим уже около четырех лет или три года, ну, где-то так. Она меня в любой момент поддержит, я ей могу написать, позвонить, мы каждый день по два часа общаемся, но ни разу в жизни не виделись. Чтобы вы понимали, у Сусанны даже висят по линии на фотографии на стене, они настолько круто дружат, у них прям самая настоящая дружба. Я когда захожу в полную комнату и слышу о том, как они болтают, я прям понимаю, что это очень мило. Они прям обсуждают личные дневники, там, я не знаю, какие-то игры, там, рассказывают друг другу секреты, доверяют друг другу. И было даже такое, что Сусанна приезжала в Москву, но они так и не встретились, потому что... Она жила вообще в жопе Москвы, я не могла просто приехать. И по планам не получилось, но они были близки друг к другу. Так что, если у вас есть интернет-друг, общайтесь, несмотря ни на что. И не обращайте внимания на тех лучших друзей, которые только перекидываются ими. И выбирайте друзей. Если вы видите, что человек действительно искренний, что он к вам хорошо относится, то продолжайте с ним дружить, продолжайте уделять ему внимание. Есть и предатели, но вы научитесь их различать только со временем. Лучшие друзья — это те люди, которые никогда вас не бросят, которые будут вас ценить, несмотря ни на что. Кстати, я хочу рассказать, как мы с Сусанной познакомились. Говори. Короче, это было около 4 лет назад, или 3 года, ну как я говорила. Я была в приложении Квай. Это не реклама! Приложение Квай — такое музыкальное приложение. Меня Сусана лайкнула. У меня тогда было очень мало лайков. Я даже помню, у меня было 17 лайков. Она была 18 лайком. И написала мне комментарий. Я тебя очень сильно люблю, ты очень красивая. Я зашла на её аккаунт. Сусанна очень милая прям. И я зашла на её аккаунт, увидела в её последнем видео, как она спалила свой номер. И я решила ей позвонить. Я такая позвонила. Я ей говорю, угадай, кто? Она такая, чего? Это ты, Полина, что ли? И после этого они начали общаться. Это суперкруто. И так находятся друзья. Вот и всё. Никогда не обращайте внимания на тех, кто только прикидывается ими и не являются таковыми. Это очень плохо. Имейте лучших друзей или обычных друзей. Саня, если ты смотришь, я тебя очень сильно люблю. Да и я тоже тебя люблю уже. Последняя тема, Полинка. Можешь её прочитать. Мотивация. Вообще, из-за чего мы решили написать и придумать эту тему? Очень многие зрители нам писали в комментариях и везде, что как вы так часто снимаете ролики? Как вы ищите мотивацию? Как вы ведёте личные дневники? Я, например, люблю только кушать, смотреть сериалы, ничего не заниматься, потому что думаю, что у меня ничего не получится. Это реально у вас. Ребят, этим видео мы даже хотим вас вдохновить, что жизнь, она одна, и нужно стремиться к чему-то, несмотря ни на что. Даже если тебе не нравится читать, ну попробуй купить книгу с названием фильма, который ты хотел посмотреть. И прочитай фильм просто в книге, это будет гораздо интересней. Если у тебя нет мотивации, просто смотри какие-то вдохновляющие ролики. В моём инстаграме есть несколько постов, которые вы можете найти, где я писала, что вообще нужно делать, если у вас нет мотивации, вдохновения. Как себя вести, как себя не вести. И мотивация это вообще сложная штука. У меня тоже было такое, когда я не знала, что мне делать, когда всё, я уже прям погасла, сидела в депрессии. Ни в коем случае не обращайте на это внимания, не зацикливайтесь на таких моментах и пытайтесь идти дальше. Просто смотрите какие-то ролики, не обладая какой-то чёрной завистью. Как многие у меня тоже в жизни присутствовали друзья, которые безумно сильно завидовали, и из-за этого они сами не могли двигаться вперёд. Говорили, только что я ничего не добьюсь, только что я чмо некрасивая, а сами ничего не делали. И сидели на диване, и растили свою сраку. Полин, ты какой совет можешь дать зрителям насчёт мотивации? Любите себя. Ну, это очень звучит как-то странно. Любите себя. Смотрите, если вы любите себя, то нужно, типа... Уважайте себя скорее. Не любите себя, а имейте уважение к себе, когда вы понимаете, что вы человек, который сможет всего добиться, который сможет снять всё, что ему нравится, который будет идти вперёд, несмотря ни на какой хейт, который будет двигаться просто ко всему вперёд, не обращая внимания на тех, кто пишет ему, например, какие-то гадости. Знаете, ребят, я бы вам этого не советовала, если бы я не увидела просто кучу людей там в социальных сетях, которые пишут, что я некрасивая, я ужасная, у меня ничего не выйдет, так нельзя. Так нельзя писать. Нужно уважать себя и надеяться на лучшее, стремиться. Конечно, типа ни в коем случае нельзя такое делать, потому что, ну, вы сами даже писав такие комментарии, губите себя. Меня это никогда не задевало, мы уже с Полиной это обсудили, и поэтому всё, мы обсудили, я думаю, даже самые важные темы. Мы уже с тобой 16 минут болтаем, я думаю, так, без обрезки это будет очень круто многим смотреть. Это какой-то такой новый формат, то, что мы ещё даже в начале чуть-чуть подмонтировали, но сейчас болтали без обрезки. Ну что же, теперь настало время рассказать про вторую часть ролика у Полинки на канале. У Полины будет совсем скоро 100 тысяч подписчиков, поэтому переходите по ссылке в описании. Смотрите, вторую часть, там будут две ссылки. Ссылка на Полин канал и ссылка на видео, где мы с Полиной обсудим насущные темы, вообще обсудим, что там. Ну-ка принеси бумажки, скорее, 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 скорее. Я некоторые назову вот так вот по секретику, какие темы мы там обсудим. Ага, 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 на тему любви к себе, насчёт вторых половинок. Идеальный мужчина. Насчёт идеального мужчины, поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на Полкин канал, смотрите видео, о чём мы там поговорили. Ставьте лайки. Ну и всё, видео без обрезки, без монтажа, наверное, подходит к концу. Напишите ниже в комментариях, какая тема вам понравилась больше всего, что вам понравилось из обсуждений наших тоже больше всего. Ну а мы побежали снимать видео на Полкин канал, которое, кстати, уже вышло. Приятного вам просмотра. Сразу переходите и смотрите вторую часть. Мы поговорили обо всём, поэтому переходите на Полкин канал. Тьфу, я уже это... Мы вас любим, в общем, взяки. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok